Когда вокруг вас происходит черт знает что, и вы не знаете как на это реагировать, это еще не беда. В конце концов, продолжаете двигаться по привычной траектории. Но когда при этом от вас требуются какие-то осознанные решения, с этим уже начинаются проблемы. Как невозможно, оказавшись в кипятке, не свариться, так же невозможно сохранять спокойствие тогда, когда вокруг тебя творится настоящее безумие. А теперь подумайте, как чувствует себя маленький человек в Дагестане. Вот и я о том же. История, которую все узнали под названием «Топливо для ада», кажется окончательно выдохлась. И последнее, что мы увидели, это удаленный пост в инстаграме Нурмагомедова, который тот писал в ответ на предложение Тимати поговорить. Однако это не значит, что проблема, которая привела к этому конфликту, решена. Нас по-прежнему возмущает творчество, в котором нецензурная лексика становится нормой. Нам по-прежнему не нравятся тексты, в которых артисты предлагают модели поведения, мягко говоря, далекие от правил приличия. Надо сказать прямо, последние три года творчества Егора Крида – это сплошная нецензурщина. Что из себя представляют творческие поиски Филиппа Киркорова, тоже хорошо известно. Хотя назвать вот этот ужас творчеством язык просто не поворачивается. Возможно, это только какой-то период в их жизни и через какое-то время все вернется в рамки приличий. Возможно. Но нам об этом ничего не известно. Никому из нас не хочется услышать в присутствии наших родителей или членов семьи слова типа тех, что звучали в песне Егора Крида и Тимати под названием Гуччи. И все это было бы ничего, если бы это не представлялось как некое культурное достижение, которым нужно гордиться и которое может существовать среди людей, привыкших к определенным культурным стандартам. У нас не принято ругаться матом в семье. Мы не пользуемся нецензурной лексикой в кругу женщин, к которым мы относимся с уважением. И вообще-то, что могут позволить себе молодые пацаны в холостяцком кругу, это совсем не то, как должны вести себя люди, у которых миллионная аудитория. И это касается не только музыкантов, но и спортсменов. Дагестан – это традиционное общество с устоявшимися правилами приличия. И если уж в репертуаре артиста есть такое, с позволения сказать, творчество, хорошо бы предупреждать публику перед приездом о том, что в Дагестан везут программу, в которой нет ни цензурщины. Кстати, на афишах концертов Егора Крида была маркировка 6+. Однако дурная слава бежала далеко впереди. А людей, которые могли бы успокоить общественное мнение, не было. И второй аспект этой проблемы – это насколько наше общество способно принимать доводы рассудка. А реальность такова, что в Дагестане живут разные люди и у каждого есть свое понимание того, что он считает для себя допустимым. Если люди считают для себя приемлемым нецензурную лексику – на здоровье. Но пусть они не соприкасаются с теми, кто этого слушать не хочет. Вы идете по Махачкали и слышите от молодых людей слова, за которые осудили Крида и Киркорова. Если уж начинать наводить порядок, то может нужно начинать с себя? А то как-то странно получается. Люди, осуждающие Крида, за мат сыпят еще худшими оскорблениями к тем, кто не видит в этом ничего криминального. Ой дурак! Нам нужно научиться принимать реальность, в которой люди могут быть совсем не такими, какими мы и хотели бы увидеть. И безусловно должны быть приняты какие-то нормы поведения в обществе, нарушая которые человек просто перестает входить в круг приличных людей. Угрозы, оскорбления, шантаж, запугивание – это все не способствует гражданскому диалогу, в котором нуждается любое здоровое общество. Если у какой-то социальной группы есть большое количество сторонников, это не значит, что они могут подавить всех. Даже если вы не согласны со своими согражданами, не обязательно им объявлять войну. Че фасалы мне говорят тут? Любую мысль можно выразить, не оскорбляя соотечественников. Здоровое общество никогда не будет однородной массой. Мы рождаемся разными. И уж тем более, мы не будем думать одинаково. Мир в сложно устроенном обществе – это всегда компромисс. Подожди, еще раз повторите, что ты скажешь? Пусть не повторят, ну что? И самое главное в этих обстоятельствах научиться жить с пониманием, что нет иного выхода как диалог, как общие правила, как уважение к согражданам. И давайте не будем забывать о том, что каждый из нас понесет свою ношу. Так или иначе, тема запретов концертов и других светских мероприятий в нашей республике всплывает с разной периодичностью. И что с этим делать? Это уже вопрос министерств разных уровней – от Минкульта до внутренних дел. Вы смотрели программу «За скобками» и вел ее я, Магомед Тагер Муртазалеев. Ну а мы с вами увидимся на следующей неделе. Тем более, нам есть о чем поговорить.